Другая распространенная ошибка это недожатие белого края. Особенно это характерно при рисовании нижних лепестков. Вот когда происходит такое дело на мазке, значит краска сухая. Нужно красочку развести водой. Либо в мазочек, вот так я набираю на ноготочек капельку водички и ложу рядом с растушевочным мазочком. И его смачиваю. Не дожали и опять сорвали руку. И заломили этот край. Нужно всегда дожимать кисточку на ребро. Заканчиваем мазок. Вот ваш краешек. Когда забываете вывести кисть на ребро, с ребра начинаем, ребром заканчиваем, получаются вот такие вещи. Потянули, получилась линия. Если мы прокрутили, ребро поймали, вот на тоненькую линию и вышли. Самый распространенный дефект при рисовании розочек именно вот этой стороны, именно бокового лепестка. Почему-то делает вот так. Отчего получается этот залом? Вы уже увидели. Кисточка на ребро не вышла, а потянулась всей своей диагональю. Либо неправильная прокрутка кисточки. Кисточка тянется всем телом. У меня так даже не получается. Тянется всем телом и вот так заламывается. Такая колбаса. Либо боковой мазок выкручивается вот так и опять получается залом. Вот эти все заломы происходят от того, что кисточка на ребро тоже не стала. А у нас идет движение. Белый край упал, мы его отжали. Кисточку поставили на ребро и закончили движение. Если вы будете забывать прокручивать кисточку и делать отжатие, у вас будут вот такие колбасы и вот такая вот грязь. Также, когда кисточка имеет вид такой висячей краски, у вас тоже будут грязные мазки. Краски столько быть не должно. Вот краска, количество краски, находящее на кисточке. Постоянно макать концы в краску не надо. У вас растушевочный мазочек. Вот сейчас я все время показываю вам. Вот мой мазок. Показатель красоты и чистоты в этом мазке точно такой уже будет и у вас на бумаге. Не надо постоянно брать краску в мазок. У вас в мазке есть краска. Закончилась краска на кисточке. Оп, вы ее взяли и рисуете дальше. Только когда здесь не будет краски, вы это увидите, вы это почувствуете, вы ее добавляете. И еще раз правильно отжимаем. Белое раскрывается и подрезается. И точно так же в эту сторону. И чем ниже идет у вас, тем он становится меньше. И наклон кисточки по отношению к плоскости тоже меняется. Если вы начинаете движение, кисточка у вас практически перпендикулярна, то в конце закрывания вашего движения она стоит под 45 градусов. Еще характерная ошибка, это неправильный набор краски, неправильное выстраивание слоев в многослойных цветах. Всегда первый слой должен быть не белый. Вы берете белый и смешиваете с основным цветом до розового состояния. Потом в тот же самый мазочек. Вы берете вместо еще белого и тоже опускаете сюда же. Розовый становится еще белее. И вот вы выкладываете второй слой. И третий слой еще белее. Только тогда у вас будут четкие красивые границы в ваших чашечках. Если вы это делать не будете, у вас все слои посливаются. Закрывание тоже, помним, начинается с ребра, прокрутка. Выход на ребро. Чем чище вы выйдете на ребро, тем у вас тоньше будет вот эта линия. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!